Блоги на дожде Кировской городской думы Камышева Александра На данный момент это действующий депутат городской думы Который желает попасть в думу следующего созыва Правда кандидат по какой-то причине Постеснялся указать партию, которая его выдвинула Хотя и входит в ее полицовет Пишет Лекс Вместо партии в газете указано некое общественное движение Народный наблюдатель Умолчать, не договорить, это конечно не обмануть Это по моему оценочному мнению Называется сжульничать Видимо иначе пробраться во власть Представители всем известной партии не получается Отмечает автор поста А у нас в Ярославле на выборах 4 марта Нет ни одного кандидата от ядра Точнее он есть, но тоже самовыдвиженец Стыдятся своей партпринадлежности А в октябре будет цирк областных выборов Делится своей историей Торча 76 Очередной Химкинский лес появился в Подмосковье На этот раз речь идет о территории в городе Видное На границе с Москвой Как пишет Глеб Ситников, местность хотят застроить жильем Чтобы потом продавать по баснословным ценам Лес конечно не Химкинский Да и не лес вовсе, а овраг Но суть проблемы та же Приезжает техника, рубит деревья, никаких документов Зато есть огромное желание заработать В городе Видное, почти вплотную, прилегающем к Москве Высокие цены на жилье, поясняет автор поста По его словам, овраг внезапно оказался нужен и местным жителям Люди стали собирать подписи в защиту места И даже планировать митинги Однако пока никакого эффекта все эти действия не возымели Вообще по фото сильно похоже на черную добычу песка Странные застройщики Срубленный лес оставляют, а не выводят Раскрывает планы Торча 76 Блогер и фотограф Нетвинт делится снимками собственной аэрокамеры Которую он потерял на митинге на Болотной площади Дело в том, что аппарат блогер поднял в воздух с помощью воздушных шаров А вот спустить обратно его уже не мог В результате камера улетела в сторону Череповца На 550 километров от Москвы Где и была найдена блогерами Пока к хозяину аппарат не доехал Однако несколько снимков, нашедшие технику, ему уже передали Этими снимками Нетвинт и делится в своем блоге Когда камера доберется до меня Я попробую сделать видео, начинающееся еще с октябрьской Обещает автор Стоит признать, что и без Видео впечатление от митинга, снятого с воздуха, необыкновенное А зимняя Москва с высоты оказалась не такой уж и грязной Видео сделать совсем не получится Там ужасная тряска Смотреть невозможно Отмечает помогавшая в поиске камеры Макейко На этом все Обзор блогов подготовлен агентством гражданской журналистики Ридус Блоги на дожде Артемий Лебедев решил отдохнуть от выкладывания снимков в обнаженных груди и обилия мата в своем жжиже И решил просто поделиться с читателями ностальгии Речь идет о снимках немецкого фото-журналиста Ганса Рудольфа Утхоффа Он родился в 1927 году и до сих пор жив В 1965 году он побывал в Ленинграде После чего привез в Германию ряд, казалось бы, бытовых Но тем не менее ужасно талантливых и добрых снимков о жизни простых советских граждан Похоже, Ленинград с тех пор не сильно изменился То ли радуется, то ли язвит Павел Ершов Советские гражданочки очень неплохо выглядели А прически-то какие? Вообще нет ощущения, что фото старые Замечает Бельчонок Бук Удивительно, как современно смотрятся многие крупноплановые портреты Неужели цвет имеет такое решающее воздействие на восприятие? Удивляется к Сергею Девять Ридус Ньюс рассказывает об уникальном месте в Париже Так называемом Файе Бара При этом знают об этой достопримечательности В основном мигранты, живущие во Франции Вряд ли коренные парижане знают о существовании этого места На самом деле Файе Бара не памятник архитектуры или исторический монумент Это одно из крупнейших во Франции общежитий трудовых иммигрантов Своё название оно получило от одноименного переулка в парижском пригороде Монтрёй Где в обшарпанном здании бывшей фабрики живут в условиях чудовищной тесноты и скучности Около тысячи чернокожих выходцев из Мали, рассказывают в сообществе О да, наконец-то показан настоящий облик современного Парижа О незатасканной достопримечательности Последние три фото характерны для районов даже в 20 минутах ходьбы от Лувра Радуется Джазмакс Сначала Франция и другие евро-стороны колонизировали Африку Времена изменились, теперь всё поменялось Францию населяют африканцы и в скором времени колонизируют Европу Предрекает Тоша ФК Очередной шедевр появился в сообществе «Румаразм» Блогер Лукер показывает книжку, которую, по его словам, раздали первоклашкам школы номер 16 Подмосковного города Электрогорска Черно-белый буклет содержит несколько заданий Например, в одной из полей нужно вписать имя и фамилию ученика форму «Я» Такой-то за Путина Или оставить «Мои пожелания» Путина Для того, чтобы школьникам было проще, под заданиями имеются цитаты премьера По словам показавшего книжицу блогера, заполнить её, впрочем, нужно отнюдь не первоклашкам, а их родителям Какие санкции грозят тем, кто не выполнит задания, не уточняется «Да, это надо в детском саду давать, тогда и подавно будет о чём поговорить» Замечает зверок Алла «Написать правду не пробовали?» Предлагает Б. Зуйков «Дяденька Лукер, не сочите меня с Урковской пропагандой, но сдаётся мне, что вы занимаетесь банальным сбросом» Да ещё и довольно топорно Во-первых, первоклашка не поймёт половину слов и смысла сказанного А во-вторых, первоклашка не может знать, что было допустено Его тогда на свете не было Пытается разоблачить автора Чак Лидер На этом всё. Обзор блога подготовлен агентством гражданской журналистики «Ридус»